Здравствуйте! Как упрощается процедура регистрации бизнеса, какие последствия грозят фиктивным руководителям и какие электронные сервисы помогают предпринимателям? Об этом говорим. В нашей студии начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Самарской области Андрей Лонин. Андрей Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! Ну давайте начнем с анализа того, как сложившаяся ситуация с коронавирусом повлияла на вашу работу, на количество регистрации бизнеса, ну и вообще на обстановки, на ситуацию. Действительно ситуация сейчас сложная, потому что общая динамика по всем идут мероприятиям, проводятся мероприятия, которые способствуют предотвращению заражения. У нас то же самое, все стараемся это делать. Всем рекомендуем переходить все-таки на электронный документооборот, чтобы избежать личных контактов. Так, ну по количеству регистрационных действий, как вот вы спросили, пока на сегодняшний день, вот мы смотрели два дня последних, мониторили, в среднем было количество регистрационных действий, которые поступали в рекорган, это порядка 350 до 450 документов в день, которые получали. Это имеется в виду и бумажные носители, которые лично люди приходили, и электронный документоборот. То есть спада такого нет, не зафиксировали. Это было раньше. Сейчас получилось, ну небольшой спад есть, это сейчас получается от 300 до 350-400 документов. Ну небольшой спад незначительно, но наблюдается, что есть документы, люди все-таки не приносят, все-таки опасаются выходить на улицу, наверное, лично. Потому что основная, конечно, пакета документов к нам поступают в электронном виде. Это через, либо свою электронную, своя подпись есть, через портал госуслуг с налог.ру еще, либо через нотариусов, либо через МФЦ. Но так как везде же проходят мероприятия, сейчас новофункциональные центры тоже перешли на предварительную запись. Сначала надо записаться, чтобы прийти, чтобы не создавать. Все мы это понимаем и стараемся только, чтобы было быстрее проходила процедура. Тоже всем рекомендуем, кто вот обращается, что надо все-таки не лично прийти, а стараться делать дистанционно. Для этого есть многие, либо почтой направлять, если у вас нотариально заверено, либо если есть электронная подпись, направлять документы в электронном виде. Поэтому и такая же у нас услуга есть, как и в муфациональных центрах. Можно записаться на прием, в инспекцию заранее. Вот у нас единый инвестиционный центр на Сергея ЛАЗО-2, на Красной Клинке. Потому что в связи с тем, что сейчас МФЦ еще раз перешли на предварительный прием по записи, поэтому тоже количество людей сейчас, обращающихся напрямую в инвестиционный центр, увеличилось. Поэтому мы тоже говорим всем, чтобы они вошли тоже в положение, что эта ситуация неординарная, то, что это по всей стране сейчас проводят мероприятия. Поэтому все-таки желательно, прежде чем поехать в электронный центр, записаться на прием, чтобы вы приехали к определенному времени и не создавать, скажем, в едином зале приемного налогоплательщика большого количества скоплений людей, потому что это тоже, сами понимаете, способствует распространению вируса. Поэтому стараемся все-таки проводить все мероприятия и просим людей, прежде чем ехать, сначала запишитесь, дистанционно можно записаться, либо воспользоваться иными альтернативными. Почта, если нотариус зарегистрировал, либо МФЦ, если вы там записались тоже, потому что... И, в общем, ситуация, она под контролем. Как я уже сказал, сильного снижения документов на подачу государственной регистрации не наблюдается, что и индивидуальных предпринимателей, что и юридических лиц, поэтому стабильная. Понятно. Но что-то нового происходит вообще в процедуре госрегистрации? Может быть, какие-то сроки меняются или еще что-то? Или нет? Как было три дня, вот остается, которые вы даете? Ну, сейчас сразу начну, что вот когда налоговая служба приступила к государственной регистрации, предложили функции на государственную регистрацию, с далеким 2002 году это первые, юридические лица, с 2004 году это индивидуальные предприниматели. Идет планомерная работа по улучшению, по обустрению процедуровой регистрации. Так, например, в 2014 году уже было отменено обязательно нотариальное заверение у нотариуса, если человек лично приходит, индивидуальный предприниматель, если лично приходит в регцентр, либо в МФЦ. И если мы создаем юридическое лицо, то тоже нотариальное заверение не требуется, если юридическое лицо, учредители явились лично в регцентр. Сотрудник регцентра имеет право завизировать и сказать, что это действительно он. Потом в 2015 году законодатель ввел отмену, не то что отмену, а обязанность юридических лиц, это акционерное общество, его иметь печать. Поэтому с 2015 года данные, вот это акционерное общество, общество, конечно, с ответственностью, могут не иметь печать. У них нет такой обязанности, что они должны иметь печать. Но если вдруг, вот, ну, хочет руководитель, учредитель, чтобы была печать его, то это должно быть обязательно прописано в уставе. Если в уставе не прописана печать, то юридическое лицо работает без печати, подписи руководителя, кто имеет право без доверенности. Потом процедура была уменьшение документов после государственной регистрации. Все мы помним, что до 2017 года выдавались свидетельства о государственной регистрации. Это, они были аналогичные, что и у физических лиц, кто вот получали все старые свидетельства, обстановки на учет, они все были вот такие типографским способом сделаны, с голограммой, и на ННН, подпись, оно красивое, кто-то вешал в рамочку, ставил на... А с 2017 года данное свидетельство отменили. Нет теперь такого свидетельства. И при государственной регистрации выдается юридическому лицу, либо индивидуальному предпринимателю выдается лист записи, который, ну, равнозначен тоже по свидетельству, имеет ту же самую силу. Он говорит о том, что все-таки это юридическое лицо зарегистрировано, зарегистрировано, либо индивидуальному предпринимателю зарегистрировано, они имеют право работать. Поэтому свидетельства о регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, его нет такого. Местный аналог, повторяю, что это лист записи, соответствующий реестр. Либо лист записи из ЕГРЮЛ, либо лист записи из ЕГРИП выдается. И потом следующее было нововведение. С 1 января 2019 года законодатель пошел на то, что процедура государственной регистрации стала дешевле. Ну, в смысле, дешевле. Не просто дешевле. Цена государственной пошли осталась та же самая. Но там предусмотрели льготы. Есть определенные категории. Вот этот список категорий, льготных категорий как-то меняется? Там не категория льготные, физические заявители, а категория способа подачи документов в регистрирующий орган. Если я подаю документы в регистрирующий орган лично, то я пооплачиваю госпошлину. Если документы поступают с использованием телекомендационных каналов связи, с ЭЦП, через нотариуса, через новых функциональные центры, то государственная пошлина не оплачивается. Потому что это приравнивается к электронному документу обороту. Поэтому мы говорим, что сейчас процедура практически стала дешевой. Если можно создать юридическое лицо, фактически бесплатно. И индивидуальный предприниматель регистрируется бесплатно. Потому что если индивидуальный предприниматель пришел лично в регистрирующий орган, либо в МФЦ, потому что индивидуальный предприниматель не имеет право, в МФЦ сотрудник МФЦ подтверждает, что это он делает скан образа документа и направляет их в региорган для принятия решения. Регистрирующий человек принимает решение, возвращает результат. Это либо решение о лист записи о том, что зарегистрировали, либо решение об отказе в МФЦ. И если был указ на адрес электронной почты заявителя, то на адрес электронной почты тоже уходит такое же решение. А сумма госпошли на сегодняшний день какая? Сумма госпошли на сегодняшний день не меняется уже давно. Для регистрации юридического лица это 4 тысячи, для регистрации индивидуального предпринимательства это 800 рублей. Поэтому вы сами понимаете, что все-таки на первых порах вот эта экономия при регистрации, она существует. Да, можно пойти к нотариусу, там есть какая-то госпошлина за удостоверение, подписи. Но за услугу нотариуса в любом случае нужно заплатить, наверное. И поэтому смысл экономии здесь нет. Ну вот прием либо через МФЦ, либо напрямую в регцентр. Если вы, конечно, будете направлять почты и документы, то тут нужно обязательно нотариальное заверение и, соответственно, госпошлина оплачена. Потому что это идет почтовое отправление, оно не приравнивается к электронному документу обороту. Бывает ли регистрация с одним участником? И в чем специфика такой процедуры? Регистрация с одним участником – это действительно так очень много. Мы когда делали анализ, примерно смотрели акционерное общество, юридические ОООшки, которые создавались, у нас более 80% – это единственный участник. Акционерное общество – мы не можем сказать, сколько учредителей. Когда они учреждаются, они являются учредителями, как только они зарегистрировались, они становятся акционерами. Акционеров мы не отслеживаем, за исключением, если только единственный акционер, данные объединственные акционеры, должны будут содержаться в игре. Или все это будет сейчас доработано, и все это будет, все вносится. У нас есть ролик, как раз с подробной информацией по ООО с одним участником. Давайте его посмотрим. Вы решили создать свой бизнес? Воспользуйтесь сервисом «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Он позволит вам за короткое время сформировать необходимые документы и направить их в регистрирующий орган. Вам не нужно разбираться в тонкостях их заполнения, просто введите данные, и сервис сформирует документы автоматически. Вот как это работает. Зарегистрируйтесь на сайте, это несложно. После входа вам будет предложено стать индивидуальным предпринимателем или создать юридическое лицо. Затем выберите способы представления документов в регистрирующий орган и получения результата государственной регистрации. Для всех способов имеются понятные подсказки и схемы ваших действий. Укажите виды деятельности. Уплатите пошлину, это просто и удобно сделать онлайн. Сервис также позволяет сформировать квитанцию для оплаты пошлины в банке. Подтвердите платеж. Если у вас есть электронная подпись, то создать свой бизнес вы сможете, не выходя из дома. Если электронной подписи нет, то распечатайте подготовленные документы и обратитесь в регистрирующий орган или многофункциональный центр лично, или через представителя по доверенности, или отправьте документы почтой. Сервис подскажет точный адрес регистрирующего органа. Это просто, удобно и без дополнительных затрат. Удачи в бизнесе! Не забудьте оценить наш сервис. Действительно, очень удобный сервис. Что-то можно еще добавить? К дополнению к этому ролику, там вот было указано, что можно сформировать квитанцию об уплате госпошлины. Вот еще раз повторюсь, эта квитанция будет нужна, если вы будете документы понесете лично, в бумажном носителе понесете. Распечатаете и понесете. Либо будете направлять почтой. Если документы пойдут электронным способом, либо от нотариуса, можно попросить нотариуса направить, можно через МФЦ, то госпошлина не оплачивается. По каким причинам могут отказать в госрегистрации? И как часто это происходит? Или это в редких случаях все-таки отказ поступает? Ну, ситуацию тоже рассматриваем, всегда мы это смотрим. Нас тоже интересует вопрос, чтобы должно было как можно меньше отказов. Но статистика идет, что у нас в среднем за 2019 год было процентов отказа до порядка 25% отказов от всех подданных документов. Отказы все прописаны, предусмотрены статьей 23 федерального закона 129 ФЗ. Основная причина, конечно, отказов, это бывают ошибки в заполнении документов, там не доложили какие-то документы, либо есть ограничения там на физических лиц, потому что многие люди, ну, раньше зарегистрировались, потом у них что-то не пошло, они его юридическом лице бросили, его не стали, не сдавать, не закрывать его официально через процедуру государственной регистрации и ликвидации юридического лица. Эти юрлица мы ликвидируем принудительно по решению регистрирующего органа. И если получилась такая ситуация, что юрлицо мы исключили из регистра по решению регистрирующего органа, либо по записи недостоверности, либо как не отчитывающийся, и у этого юрлица на момент исключения были долги, которые после исключения мы списали, то директоры этого юрлица на момент исключения, учредители, владеющие более 50%, они получают ограничения. В течение трех следующих лет они не смогут зарегистрировать ни одно юрлицо и не стать директором. Об этом многие просто забывают, и бывают ситуации, когда человек приходит, подает документ, что его назначают директором, а ему регистрирующий орган выносит решение по пункту «Э». «Ф» – отказ «Ф» – это как раз имеется в виду о том, что он был ранее в юридическом лице, который исключили и с задолженностью. Поэтому они начинают удивляться, а тут получается ситуация, что просто надо исполнять свои обязанности, не только свои права знать, но надо обязанности. Вот если вы решили закрываться, ну, бросить юрлицо, не работать, значит, надо лучше провести процедуру закрытия юрлица, официально, тем более процедуру, она сейчас уже практически все это, еще раз напоминаю, что на сайте размещены налоговые службы, программы специальные для подготовки документов, помощь индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу. Процедура открытая, и сроки регистрации, ну, они при создании 3 рабочих дня у рекоргана принять решение, при ликвидации 5, не более 5 рабочих дней, и там не более 3 рабочих дней, в течение 3. Есть еще такое нарушение, это фиктивное руководство, его заранее никак нельзя распознать, все-таки, вот какая-то работа проводится, поэтому, или нет? Ну, так как реестр, вот эти, единый государственный реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, они востребованы, они публичные, которые размещены на сайте, вся информация размещена на сайте Федеральной налоговой службы. Выписки можно получить в течение 5 минут, заказать сервис такой, получи выписку, узнать об этом юрлице. И налоговая служба сейчас много усилий применяет к тому, чтобы все-таки этот реестр был достоверным. Достоверным, это как раз вот о том, о чем вы говорите, чтобы юридическое лицо было реальное. Бывают ситуации, когда, например, мы, может, как физическое лицо, сталкиваемся с юрлицом, пытаемся заключить договор какой-то с этим юрлицом, а потом выходит, что нам ничего не сделали, деньги мы потеряли, и, проваля долгие процедуры, через суд бывает, что в судебном порядке взыскиваем свои деньги назад. Для этого сделано, чтобы, скажем, доприменять должную осмотрительность, физическое лицо, на сайте налоговой службы есть такой сервис «Ириский бизнес» «Сопроверсия и контрагента». Кроме того, есть еще теперь появился с прошлого года прозрачный бизнес, к которому выводится на всеобщее, это открытые сведения по юридическому лицу. Там можно увидеть, сколько численных, какие налоги платили в прошлом году. Можно увидеть, нет ли случайно в качестве руководителя лица, кто дисквалифицирован. Потому что вы тоже сами представляете, например, в ЕГРУ в реестре есть директор Иванов, а он оказывается дисквалифицирован. В реестре об этом есть отметка, что да, он директор, но он дисквалифицирован по решению суда, не имеет права занимать руководящие должности. Соответственно, если вы вдруг с этим юрлицом заключите договор какой-нибудь, то вероятно, что вы не выполнены, будет очень большая. Поэтому на сайте размещается полная процедура. Кроме того, налоговая служба в соответствии с законом имеет право проверять, как внесенную информацию уже в ЕГРУ, так и планируем. Мы подали документы, мы рассматриваем эти документы. И если возникают сомнения в подданных документах, то регистрирующий человек принимает решение о приостановлении государственной регистрации. Раньше этого не было. Это началось с 2019 года уже идет процедура, когда идет решение о приостановке. Приостановка дается не более 30 дней, и потом принимается также решение. Либо регистрация, либо отказ. Просто дается заявителю решение о приостановке, где указывается, что надо там предоставить либо какие-то документы, либо надо дойти до инспекции, где-то вы еще что-то. Либо вы не доложили какой-то документ, можно доложить документы. Да, нужно помнить о том, что за фиктивное руководство грозит ответственности. Все подробности мы узнаем из ролика. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является обязательной и ответственной процедурой. Вопросом обеспечения достоверности сведений в государственных реестрах уделяется большое внимание. Особое внимание уделяется случаем ведения бизнеса через подставных лиц, то есть таких лиц, сведения о которых как об учредителях, участниках организации или их руководителях внесены в единый государственный реестр юридических лиц путем введения их в заблуждение или даже без их согласия. В современном законодательстве за использование подставных лиц при регистрации организации, а также за внесение сведений о подставных лицах в государственные реестры предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 5 лет. За представление в регистрирующий орган недостоверных сведений также предусмотрена административная ответственность должностных лиц в виде штрафа в размере до 10 тысяч рублей. Повторное совершение такого административного правонарушения, а также представление в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо ложные сведения, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок до 3 лет. Поэтому будьте бдительны, не предоставляйте свой паспорт и не подписывайте заявление о государственной регистрации, если не планируете управлять организацией и участвовать в ее деятельности. Если вы являетесь участником или, например, генеральным директором юридического лица, то с момента государственной регистрации вы становитесь ответственным за деятельность организации. Даже если вы являетесь подставным лицом, то вы считаетесь работающим и не можете получать пособия по безработице. Кроме того, как учредитель или руководитель организации, вы не можете работать в государственных или муниципальных органах. Если вы считаете, что сведения о вас в Едином государственном реестре юридических лиц недостоверны, обращайтесь в регистрирующий орган лично или отправьте нотариально заверенное заявление по почте или направьте электронное обращение, подписанное вашей электронной подписью. заниматься бизнесом через подставных лиц, как и быть подставным лицом, это нарушение законодательства. Не рискуйте. А были ли случаи, когда желание зарегистрировать свою деятельность, а протестовывается? Вы отказываете, допустим, налоговое, а гражданин с этим не согласен? Какой механизм действий? И бывает ли такое? Бывают, конечно, процедуры, что документы поданы на государственную регистрацию, регистрирующий орган вынес отказ. Если человек, заявитель, не согласен с решением об отказе, это вполне возможно, потому что все мы смотрим, все документы рассматривают. Может, у него есть какой-то документ, который он не донес, он имеет право обжаловать. Обжалование идет в досудебном порядке. Заявитель пишет жалобу вышестоящий регистрирующий орган. Это имеет, это в данном случае у нас на территории Самарской области, это управление Федерального службы Самарской области на Циолковского 9. Подается жалоба, в которой человек заявляет, что я подал документ на государственную регистрацию и получил решение об отказе. Номер такой, это такого числа. С данным решением я не согласен, потому что расписывает, прикладывает свои документы и прошу отменить решение об отказе и зарегистрирует. Данное решение, данные жалобы направляются либо в управленник, я уже сказал, либо можно его подать в Красную Глинку для того, чтобы Красная Глинка, имеется у регистрационный центр, переслал данную жалобу опять же в управление для принятия решения. Соответственно, на это идет 15 рабочих дней, но там еще можно продлить, если вдруг какие-то документы необходимо будет запросить. Но я хотел бы еще в дополнение к ролику, который про фиктивный руководство, просто сказать некоторую статистику, чтобы люди тоже понимали, что в Уголовном кодексе есть статисти 173.1.173.2 и за 2019 год у нас сотрудниками от рекорганов и налоговым органам было направлено 279 материалов в правоохранительные органы по данным статьям. Из этих 279 материалов было возбуждено 227 уголовных дел. И к концу года у нас была информация о 14 уже вынесенных решений судами. Решений по этому. Для сравнения в 2018 году всего 77 материалов направлялось. Это порядка в 4 раза меньше. И возбуждено было всего 18 уголовных дел. По сравнению с 227 на этот год. Кроме того, в этом году уже тоже направлено более 50 уголовных дел уже возбуждено за 2,5, за 3 месяца почти. И 10 есть уже приговоров. Поэтому просто обратите внимание, что все-таки статьи работают. Вырухранительные органы с нами слишком плотно работаем, взаимодействуем. Соответственно, данную работу для того, чтобы реестр был достоверен и чтобы любое физическое лицо заявителей были, третье заинтересованное, обратившись в реестр, было уверено, что она видит достоверные сведения. А не так, как вы говорите, что человек оказывается ничего не знает и оказывается он директор. Не так давно была запущена процедура регистрации самозанятых, так называемых. Это к вам не относится? У вас есть какие-то сведения о том, как это развивается, Набирает ли он такую популярность и востребованность? Насколько мы знаем, да, что это не самозанятый, а это профессиональный доход такая. Процедура, которая в Самарской области перешла с 1 января этого года и процедура, насколько известно, видно, что она набирает оборот. Она очень простая в смысле регистрации, довольно легко и просто там в течение 50 минут можно зарегистрироваться, получить уведомление и самостоятельно оформлять доходы, оплачивать налоги. Поэтому... Понятно. Если говорить о процедуре не госрегистрации, а наоборот снятия с учета, в каких словах... Это прекращение деятельности. Да, прекращение. просто опять же, как вот я вначале еще говорил, что у нас есть права и обязанности, если юридическое лицо либо недалеко не понимать, решил, ну не пошла работа, то мы все-таки всем говорим... В течение какого времени как определиться вот каждому, вот сколько ждать, вот как не пошла работа, может быть, вот это временный какой-то период, каждый решает сам, конечно. Каждый решает сам, захотел, нет, просто средних цифр нет, у нас просто, вот мы смотрели, некоторые были примеры, что у нас один физическое лицо, он за год успевал три раза зарегистрироваться. Вот он зарегистрировался, у него какая-то сделка, наверное, была, он зарегистрировался, провел сделку, посмотрел, больше нету, он подал документы на прекращение деятельности, прекращение деятельности, в течение пяти рабочих дней индивидуальный предприниматель закрыли, через два месяца он подает по-новому документ на государственную регистрацию, ограничения нету, если у него все в порядке, если никаких, его, пожалуйста, регистрируйте. И вот мы просто видели, что вот он три раза в год успевал зарегистрироваться и прекратить, потому что тут еще есть вопрос, для индивидуального предпринимателя это фиксированные платежи в пенсионный фонд, потому что фиксированные платежи в пенсионный фонд, они платятся не от того, работаешь ты или нет, они платят от статуса индивидуального предпринимателя. Если вы зарегистрировались с индивидуальным предпринимателем, значит, вы попадаете, что вы должны будете платить вот эти фиксированные платежи. Поэтому, если вы не работаете, и у вас вот не получилось, не пошло ничего, вы можете буквально там хоть на следующий день после регистрации подать документы. Потому что бывают ситуации, когда человек регистрируется с индивидуальным предпринимателем с надеждой на то, что он сейчас куда-то устроится и с ним там будет заключить. А потом, оказывается, он получил документы, пришел в ту организацию, а мы отказали, сказали, что мы вас не принимаем. Все-таки лучше сразу же подать заявление о прекращении деятельности, чтобы у вас не было нефиксированных платежей, не было у вас статуса индивидуального предпринимателя. Потому что статус, это все-таки вот эти платежи идут от статуса. А вы не ожидаете сейчас потока, как вы говорите, называется эта процедура еще раз, когда снятие... Прекращение деятельности. Прекращение деятельности, в связи с тем, что такая ситуация экономически сложилась. Нет у вас такого прогноза аналитики, пока не проводили? Пока никакого не видели, но и при осмотре документов пока не заметили того, что документов на прекращение деятельности стало поступать больше. Но это, опять же, повторюсь, это вот только буквально недели две, как вот стали смотреть, там же проверять вот это вот настрой. Потому что, говорю, количество документов, говорю, на регистрацию стало чуть меньше, но на 50 штук в день это не показатель для области. Да. И когда вы проводите личные приемы, если такие есть, с какими проблемами чаще всего к вам обращаются предприниматели? Вот что их волнует? Может быть, недостаток какой-то информации? На что еще можно обратить внимание? Не, ну, люди обращаются на прием, скажем, вот решение об отказе получили, просят, спрашивают, уточняют, можно ли нет. Но все мы объясняем, что решение об отказе, да, это вынесли по документам, которые есть. Но вы имеете право все-таки обжаловаться, говорить, что есть процедура, объясняем. Кроме того, объясняем, и Федеральная налоговая служба делает, есть такой, на сайте налоговой службы есть сервис часто задаваемые вопросы. В этих вопросах, в жизненной ситуации, там много довольно ответов есть, есть жизненные вопросы. И вот люди, когда приходят, иногда вот им только говорят, что посмотрите, начинают смотреть, а оказывается все есть, и смотрят уже. Это в данной ситуации это самое незаменимое. Это когда не личный контакт, что ты с человеком не общаешься, а консультируешь либо по телефону, либо вот через сайт налоговой службы можно посмотреть вот эти вопросы. Да, поэтому совет чаще заглядывать на этот сайт. Сайт, смотреть часто вопросы, ответы. И можно разобраться, даже, так скажем, не выходя из дома. Спасибо большое за эту важную и полезную информацию. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин